И снова здравствуйте. Меня зовут Тихон Осков. Я интегратор. Я инженер команды интеграции. И в последнее время я работал много с разработкой веб-хуков и шаблонов. И сегодня я расскажу вам про то, как в Zabbix появился JavaScript. Будет немножечко истории. И разберем пару примеров того, как реализуются самые простые скрипты для предобработки. Исторически сложилось так, что Zabbix — это широко кастомизированная платформа и используется она для мониторинга фактически чего угодно. С ранних версий Zabbix у администраторов мониторинга есть возможность запускать различные скрипты через экшены и для проверок на целевых хостах. При этом, являясь очень мощной фичой, запуск скриптов также приносил ряд сложностей. Например, это необходимость поддержки скриптов, необходимость доставки скриптов на хосты, на прокси, их версионирование. И чуть меньше полутора лет назад, в марте 2019 года, на мероприятии открытия офиса Zabbix в Москве был представлен Zabbix 4.2 и нам представили предобработку на JavaScript. И, в принципе, тогда многие уже загорелись идеей того, что вместо написания скриптов, которые будут где-то забирать данные, переваривать их и выплевывать уже в понятном для Zabbix формате, можно будет делать простые проверки, которые будут получать не готовые для хранения и обработки Zabbix данные и уже нативными средствами, используя JavaScript, обрабатывать этот поток данных и удобно им управлять. В связке с низкоуровневым обнаружением и зависимыми элементами данных, которые появились в Zabbix 3.4, получилась достаточно гибкая концепция для сортировки и управления полученными данными. И вот апрель 2019, релиз 4.2 и очень многие энтузиасты в первое время выглядели так, как детки на картинках. Пришлось учить JavaScript или хотя бы по себе знакомиться. С релизом 4.4 в Zabbix, как логическое продолжение при обработке на JavaScript, появился новый медиатайп WebHookie. Почему WebHookie это логическое продолжение развития появления JavaScript? Потому что с самого начала, как только JavaScript появился, многие пытались реализовать различные совершенно сценарии использования его. В том числе, например, некоторые, не будем показывать пальцем, пытались реализовать заполнение, изменение, точнее, пользовательских макросов в Zabbix с полученными значениями от проверок через Zabbix API. Но на тот момент из-за ограничений движка DuckTape мы не могли делать из JavaScript никакие веб-запросы. С версией Zabbix 4.4 это стало возможным благодаря доработкам компании Zabbix, которые они сделали для движка. И, в принципе, со временем с DuckTape стало работать намного удобнее. Почему же был выбран именно JavaScript и DuckTape? У нас рассматривались изначально различные варианты языков и движков. В списке были старые известные языки, как Lua, JavaScript, Python и Perl. Некоторые из них рассматривались для реализации на разных движках. Если коротко, то основными причинами, основными критериями выбора были простота интеграции этого движка в продукт, потребление ресурсов и вообще производительность этого движка и безопасность внедрения кода на этом языке в мониторинг. По совокупности показателей победил в итоге JavaScript на движке DuckTape. Ссылка на статью есть вот в QR-коде, где-то здесь снизу должна быть. Я настоятельно рекомендую ознакомиться. Также приведен скриншот таблицы критериев и перформанс-тестов разных движков. DuckTape соответствует стандартам компании ECMAScript и у нас используется ECMAScript 5. Это версия 2015 года в принципе в DuckTape. Есть реализация некоторых фичей из шестой и частично седьмой версии, но они настолько незначительны, что на них не стоит обращать внимание, то есть заострять на них внимание. В связи с этим нет никаких доработок, например, компании Mozilla, которые существуют в современном браузерном JavaScript. Поэтому далеко не все, что вы найдете на Stack Overflow, будет работать Zabbix. Как я уже говорил, команда Zabbix разрабатывает собственные модули для движка. И так появились классы Zabbix с методом log, которые позволяют вписать непосредственно в log Zabbix сервера сообщения с различным уровнем детализации от трейса до игроров. Это позволяет сопоставлять ошибки, например, в тех же вебхуках, когда что-то не отправляется с состоянием сервера, с тем, что на нем происходит, и намного удобнее становится дебажить, разбираться, почему же у вас что-то не сработало так, как вы хотели. Соответственно, появился класс htp-curl-request, основанный на libcurl и позволяющий делать HTTP запросы в сеть. Основа основ наших вебхуков. Ну и совсем недавно появились глобальные функции, одноименные с уже имеющимися разработками JavaScript в поздних версиях. Это функции A to B и B to A для кодирования и декодирования в строк формата Zabbix 64. В чем же, собственно, заключается магия JavaScript? Изначально магией, наверное, можно назвать все, что происходит неочевидно для пользователя или разработчика. На самом же деле, конечно же, язык подчиняется правилам, достаточно строгим и, в принципе, простым. И если их знать, то все становится понятным и волшебство пропадает. JavaScript — это язык с динамической типизацией, то есть вам не нужно заранее объявлять, какого типа переменная должна возвращать значение. Ну и если коротко ответить на вопрос, в чем же магия, то магия на 90% заключается в преобразовании типов, в приведении типов. Есть несколько типов преобразования типов. Собственно, строковое, числовое и логическое. Логическое — оно самое простое. Если объект возвращает пустое значение или эквивалентное с точки зрения языка пустому, например, 0 или undefined, то логическое преобразование вернет false. В противном случае оно вернет трогу. Я не стану сегодня рассматривать преобразование объектов, расскажу подробнее про преобразование обычных примитивных значений. При математических операциях значения, которые возвращаются операторами и функциями, значения, которые возвращаются операторами и функциями, преобразовываются в числа. Исключение из таких операций — это сложение, потому как сложение используется при конкатенации строк, то есть при сложении строк. И если хотя бы одно из слагаемых при сложении является строкой, то строковое преобразование будет применено ко всем слагаемым. Вот это, конечно, магия. Методы, которые за эту магию отвечают, чаще всего реализованы в родительских прототипах объектов — это value of и to string. Соответственно, value of вызывается при численном преобразовании, и он всегда вызывается перед методом to string. Метод value of обязан возвращать примитив, примитивное значение, иначе его результат будет проигнорирован. Если более точно, то тут немножко сложнее. Сначала ищется метод value of. Если value of не найден и не вернул примитив, то ищется метод to string. Если найден to string, он вызывается. Если метод to string у объекта не найден, то ищется value of в прототипе объекта. И все повторяется, пока не будет обработано значение, и пока все значения в выражении не будут переведены к одному типу. Если в объекте реализован метод to string, который возвращает примитив, то для строкового преобразования используется именно он. Что примечательно, этот метод не обязан возвращать именно строку. Результатом его работы может быть любое значение. Поэтому метод не называется преобразование в строку. Это строковое преобразование. Это относится к тому, в каких случаях он вызывается. Обратите внимание на текстовые примеры и результаты их выполнения. В случае, если мы переопределяем метод to string для объекта opt, то в первом случае, когда метод to string возвращает именно строку, при сложении строки с числом, с единичкой, мы получаем склеенную строку, строка 200 и уже строка 1. Соответственно, при сложении значения со строкой, со символом a, мы получим точно такую же, 200a. Но если мы перепишем метод to string, чтобы он возвращал число 200, то при сложении этого объекта с единичкой, мы уже будем выполнять математическую операцию с числовым преобразованием и получать результат сложения 201. Но в случае, если мы производим сложение со строкой, оба значения, и 200, и строка a, приводятся к строке, собственно, выполняется строковое преобразование, и мы получаем склеенные 200a. Это важно запомнить, потому что отсюда как раз-то и происходит огромное количество ошибок тех, кто начинает пользоваться JavaScript. Можно пойти дальше и в метод to string вписать функцию, которая будет увеличивать текущее значение объекта на 1. Это левый нижний пример. И тогда мы вполне себе получим реальное валидное условие, когда выполняется блок скрипта при условии, если наша переменная равна 3 и она же равна 4. Что здесь происходит? При сравнении с приведением типов, это два знака равно, если я в скрипте, если кто не в курсе, каждый раз выполняется метод to string. Соответственно, у нас в нем функция, которая увеличивает значение. И при следующем сравнении снова выполняется метод to string, который снова увеличивает значение. Как этого избежать? Всего лишь использовать сравнение без приведения типов. То есть три знака равно. И магия уже не случается. Условие становится абсолютно понятным человеку. И какой из этого вывод? Если у вас нет прямой необходимости, не используйте сравнение с приведением типов. Если вы пишете более сложный скрипт, например, это может быть какой-то вебхук с сложной логикой, и вам необходимо использовать сравнение с приведением типов, то предварительно напишите проверки для значений, которые возвращают ваши переменные. И обрабатывайте несоответствия и ошибки. За конец 2019 года и начало 2020 года мы в команде интеграции активно разрабатывали различные вебхуки, много писали на вебхук, сделали много интеграций, работающих с коробками, которые поставляются в дистрибутиве Zabbix. Собственно, список этих интеграций перед вами сейчас. Я зачитать не буду. Они же есть в документации по вебхукам. Ссылка у вас также зашита в QR-код. В том числе в списке присутствует одна интеграция, которая выполнена не командой интеграции, а к контрибьюторам. Если, Илья, ты смотришь, привет. Это вебхук для Telegram. Первая интеграция, которая выполнена сторонним разработчикам и официально принятым продуктом. Все эти интеграции можно рассматривать как живой пример того, как стоит разрабатывать на JavaScript под Zabbix. Все они учитывают наш опыт. И если брать поздние интеграции, например, Jirum, то видно, что строк там стало больше, проверок и валидации значений добавилось многократно и тому подобное. Собственно, самый вкусный кусочек JavaScript в Zabbix и самый часто используемый – это предобработка, препроцессинг. Появление предобработки на JavaScript позволило нам отказаться от большинства внешних скриптов. и теперь мы, в принципе, в Zabbix можем получить вообще любое значение и превратить его в совершенно другое любое значение. Удобно? Да, вполне. Реализация этого шага предобработки в Zabbix – это код на JavaScript, который при компиляции в bytecode оборачивается в функцию, которая принимает одно-единственное значение в виде параметра value в виде строки. Причем в строке может быть как одна цифра, так и громенный JSON. Zabbix не разбирает, что там значение, он всегда передает строку. Так как на выходе у нас получается функция, функция обязательно должна что-то возвращать через return. Иначе элемент данных у нас не получит ничего и перейдет в неподдерживаемое состояние. Кроме того, в препроцессинге возможно использование польских макросов. В принципе, в коде достаточно указать макрос в кавычках как обычную строку, и при компиляции скрипта он раскроется. Так как мы выбрали DuckTape, который позволяет ограничить ресурсы не только на уровне операционной системы, но и программно, то для шага при процессинге выделяется максимум 10 мегабайт оперативной памяти и лимит времени выполнения в 10 секунд. На мой взгляд, уже даже этих значений, особенно таймаутов в 10 секунд, много, потому что условные тысячи элементов данных, которые собираются раз в секунду и имеют на себе достаточно тяжелый какой-нибудь скрипт с препроцессингом, условно, который ходит за валидацией значений на внешний веб-сервис, то, если это не сложит Zabbix сервер, то вполне может замедлить его работу. Поэтому я не рекомендую использовать предобработку для выполнения полноценных скриптов на JavaScript через так называемые двумя айтемы, теневые элементы данных, которые запускаются и ничего, кроме препроцессинга, по сути не делают. Это не best practice и я не рекомендую. Соответственно, проверить свой код, который вы пишете, можно либо через тест препроцессинга в веб-интерфейсе Zabbix, там, в принципе, все нативно понятно, либо же, если вы, например, пишете сложный код для использования свебхуком, то можно использовать утилиту Zabbix.js, которая появилась не так давно, по-моему, в Zabbix 5.0, точно не скажу. Утилита несет в себе сразу движок DuckTape и все доработки Zabbix для него, поэтому ее поведение полностью соответствует поведению движка в Zabbix, и когда выполняется предобработка. Перед вами выдержка из официальной документации по использованию утилиты. Она принимает два обязательных параметра. Это путь до скрипта и параметр, который передает параметры для скрипта. Соответственно, параметры скрипту могут быть переданы как строкой из консоли, так и читаться из файла. Например, если у вас большой JSON, который вы должны передавать в AppHook, то вполне себе удобно его читать из файлика. Давайте немножко попрактикуемся и разберем пару примеров. Задача элементарная. Есть устройство, с которым мы хотим снимать температуру, но оно забугорное и отдает показатель температуры в неправославных Фаренгейтах. А мы хотим привычные, человекопонятные, удобные Цельсия. Раньше мы создали бы элемент данных, которые собирают температуру в Фаренгейтах. Дальше мы создали бы еще один элемент данных типа вычисляемой, который бы по формуле математически преобразовывал бы Фаренгейты в Цельсия. Здесь есть ряд проблем. Во-первых, нам необходимо дублировать элементы данных и хранить все значения в базе. Во-вторых, нам необходимо согласовать интервалы у родительского item, который вычисляется и используется потом в формуле, точнее, который получается устройство и используется в формуле, и у вычисляемого элемента данных. Потому что в противном случае вычисляемый элемент данных может перейти в неподдерживаемое состояние, если в родительском элементе нет данных. Либо посчитать предыдущее значение, и тогда у нас мониторинг получается не слишком надежным. одним из решений был отказ от гибких интервалов проверок. Соответственно, мы бы тогда пользовались фиксированными интервалами, что гарантировало нам, что вычисляемый элемент данных будет вычисляться после того, который получает данные в Фаренгейтех устройства. Но, например, если бы это был шаблон, который мы планируем повесить на 100-500 тысяч устройств, и проверку совершать мы планируем раз в 30 секунд, то 29 секунд у нас Zabbix висит, халтурит, ничего не делает, а потом в одну секунду начинает резко проверять все, вычислять все, создается очередь, и на производительность это тоже влияет не лучшим образом. Режима используйте фиксированные интервалы только там, где это реально необходимо, если вы понимаете, что есть в этом необходимость. В противном случае пользуйтесь гибкими интервалами. Ну и в данной задаче нам на помощь приходит простая абсолютно предобработка, однострочник на Яваскрипте, который конвертирует с помощью обычной математики Фаренгейт и Сельси. Из плюсов это быстро, это просто. Нам не нужно создавать никаких лишних элементов данных и хранить по ним историю, и мы можем использовать гибкие интервалы для проверок. Плюсов огромное количество. Но если у нас гипотетически сложилась ситуация, где нам нужно полученное от элемента данных значение, например, сложить с чем-то, какой-то константой, который у нас, например, лежит в макросе, то нужно помнить, что параметр value, равно как и значения макроса, раскрываются и получаются как строки. Соответственно, при операции сложения этих строк мы получим конкатенацию. То есть две строки просто слепятся в одну. Если мы хотим все-таки получить результат математического действия, то нам необходимо привести типы полученных значений к числам. Это может быть метод функции parseInt, которая выдает интеджер, то есть целочисленное число. Это может быть parseFloat, который выдаст нам десятичную дробь. Это может быть просто функция number, которая точно также выдаст либо то, либо другое. Иначе при правильном подходе мы получим красивый результат. Это пример слева, снизу. При неправильном подходе, когда мы просто возьмем значения и в лоб их сложим, мы получим некрасивый и совершенно неожидаемый результат, который представлен на строшете справа снизу. Я не думаю, что кому-то из вас хотелось бы получить в ночи от Zabbix оповещение о том, что у вас на устройстве 23100 градусов. Или что-нибудь в этом роде. Следующая задачка будет чуть посложнее. Это реальный пример, который мне подкинули, точнее попросили с ним в свое время помочь из нашего саппорта. Задача очень простая, в принципе, тривиальная. Нам нужно заранее повещать, когда срок действия сертификата на устройстве подходит к концу. Устройство отдает срок действия сертификата по SNMP в некотором известном нам произвольном формате. В принципе, в таком формате, у вас он представлен на слайде, любой браузер с объектом date и методом dateParse легко распарсит эту дату в timestamp, и вам не нужно будет заморачиваться. Но на стэк-тейп он стандартизирован по ECMO, да? И признает он только дату в формате ISO 8601. Собственно, она у вас тоже представлена, формат даты представлен. И, в принципе, можно было бы достаточно легко решить эту проблему без применения JavaScript, просто растащив полученную дату по регулярке и в output переставив полученные группы местами. Но у нас есть проблема с обозначением месяца в дате. Месяц обозначается не числовым значением, а текстовым. Соответственно, вариантов решения с использованием языка программирования, да, JS, уйма. От просто в лоб набора ифов, которые будут искать соответствие месяцу и поставлять его индекс в дату, до таких вот компактных, ну, на мой взгляд, достаточно изящных решений, хотя здесь использовано достаточно много, так сказать, одностроков в многострочном скрипте. Тем не менее, давайте начнем с разбора этого скрипта. Вначале объявляются переменные. Переменные сразу принимают значения, поэтому, по сути, весь скрипт – это один большой вар, одно большое объявление переменных, которое перечислено через запятую. В первой строке мы получаем в параметре value дату и разделяем ее по пробелам методом split. Таким образом, мы получаем массив неименованный, где каждому элементу массива, начиная с индекса 0, соответствует один элемент даты до и после пробела. В split 0 у нас текстовый индекс месяца, в split 1 у нас число, в split 2 у нас уже строка с временем, где у нас часы, минуты, секунды и так далее. Теперь к каждому элементу даты можно обращаться по индексу в этом массиве. Текстовое обозначение месяца в фронологическом порядке, как они у нас расположены в году, я предпочел положить в массив, неименованный в список. Теперь к каждому месяцу соответствует индекс его положения в этом массиве. Но индекс у нас начинается с нуля, поэтому январь у нас нулевой, февраль первый и так далее. И соответственно таких индексов у нас 11. Теперь, чтобы сконвертировать текстовое значение в числовое, я методом indexOf для массива с monthList с текстом обозначения всех месяцов Узнаю индекс для значения, которое у нас передано от элемента данных. Узнав индекс, я прибавляю к нему единичку, потому что месяцы у нас в году почему-то считаются с одного, а не с нуля. И обратите внимание, выражение с прибавлением единицы взято в скобки. Если бы этого не было, то при конкатенации с нулем, позже объясню зачем это нужно, мы бы получили не число, а строку. И все элементы выражения, в том числе индекс и в том числе единичка, стали бы строками. И мы бы получили вместо, в случае для февраля, у нас должно получиться 0,2, а мы бы получили 0,1,0. Нет, 0,1,1. Таким образом, получив 0,2 в этом месте, мы делаем слайс, срез массива с конца, оставляя только два символа. В случае с февралем нам это в принципе не требуется, потому что там и так два символа. Но вот в случае с месяцами, у которых номера соответствуют двузначному числу, например, декабрь, 12 месяц, мы бы на выходе получили 0,12, потому что 0 мы прибавили сначала, чтобы соответствовать формату. И методом слайс мы просто отрезаем этот 0. Далее уже остается просто сформировать из всего полученного богалепия строку в формате ISO. Это делается обычным сложением строк в нужном порядке. И в принципе-то на этом задача по большому счету закончена. Но как нам потом вот эту дату в формате Unique Timestamp использовать в триггерах? Это некое количество секунд, прошедшие с 1970 года, которые где-то у нас в будущем впереди. Триггер нам на это настроить очень сложно, почти невозможно, потому что Zabbix нам позволяет оперировать только макросами Date и Time, которые возвращают дату и время в человекопонятном формате. Для этого можно в JS получить текущую дату в формате Unique Timestamp и уже вычесть ее из полученной даты окончания сертификата. Таким образом, мы получим количество миллисекунд, которое пройдет до момента окончания сертификата с текущего момента в настоящее время. Ну и как финалочка, нам достаточно поделить это дело на 1000, чтобы получить не миллисекунды, а секунды в Zabbix, выставить элементу данных unit и секунды, чтобы он красиво рисовал это во фронте в дни недели года, если такое есть. А в триггере мы уже напишем элементарные выражения last, меньше и на большой набор цифр, который соответствует количеству секунд в периоде, на который мы хотим реагировать, например, в неделе. Таким образом, мы узнаем о том, что сертификат кончается в середине недели. Обратите внимание, что здесь в return уже используется известный нам parseInt. Тут он для того, чтобы сконвертировать дробное число, полученное от деления миллисекунд. У нас же не равное количество миллисекунд получается для текущего момента, поэтому получается дробь. Соответственно, нам уже нужно сконвертировать в целое, чтобы хранить секунды. Либо, конечно, у нас есть вариант просто использовать другой тип информации, вместо onsite поставить float в Zabbix и хранить их дробями. Вот такой пример использования Яоскрипта в предпроцессинге. Возможности у него, конечно же, намного больше, но формата метапа нам не хватит, чтобы разобрать все. Я надеюсь, что вам было интересно послушать о том, как Яоскрипт упрощает нам простым работякам, администраторам Zabbix и мониторинга жизни. Сейчас сразу постараюсь ответить на все ваши вопросы, если они появились в ходе. Спасибо большое, Тихон. Да, вопросы появились. И первый я бы, наверное, обобщила таким образом, что очень интересуют ближайшие планы по новым интеграциям. И конкретно были озвучены Rocket Chat и Naumin Service Desk. Про Naumin я что-то слышал у нас было, но про сроков ничего сказать не смогу. А вот про Rocket Chat точно ничего не было слышно. Если хотите форсировать этот момент, то создайте Zabbix Next и голосуйте, кидайте ссылки в комьюнити. Если будет много голосов, то мы обязательно сделаем. Как раз сейчас я ищу, чем бы таким интегрироваться в WebHockey. Может быть, какие-то ближайшие планы сможешь раскрыть, над чем сейчас команда работает по ближайшим срокам? По теме доклада у нас сейчас ничего нет, то есть мы интеграции на WebHockey не пилим. Это все шаблоны и правки шаблонов, в принципе, Вадим уже озвучил. Сейчас активно пилится шаблон для AWS и для Oracle. Когда они появятся, пока неизвестно, но все в процессе. Спасибо. И несколько еще действительно практических вопросов. Есть ли возможность обратиться из JavaScript первое к пользовательскому макросу, к значению пользовательского макроса, естественно. И второе – это получить функции в чистом виде значения элемента, ну или как у нас доступно для каких-то других, скажем так, мест веб-интерфейса, с простыми функциями, то есть, например, значение элемента last или значение элемента min, max, average… Давайте… Да, я понял. Давайте по порядку. К пользователям макросом обращаться можно. Да, у меня даже был пример, в принципе, в презентации. А вот получить значение… Я так понимаю, вы хотите получить в скрипт, в preprocessing, уже модифицированное значение, покрытое какой-то функцией, например, min, average… Нет, такого нельзя. И если очень хочется считать, то, в принципе, можно попробовать использовать макросы с предыдущим значением и попробовать это высчитать. Но предобработка не несет в себе задачи обрабатывать значения в ретроспективе, то есть, полученные ранее, ранее и ранее. Предобработка создана для того, чтобы обработать текущее полученное значение и модифицировать его, то есть, привести его из одного вида в другой, при этом не учитывать состояние элемента данных 10 минут назад, 20 минут назад и тому подобное. Я думаю, вопрос был к возможности обратиться к другому значению элемента. И если позволишь, я, наверное, предложу, что частично можно это реализовать, создав вычисляемый элемент данных, где можно использовать, в принципе, обращение к любым элементам данных с разных узлов сети и, в общем-то, со всем набором триггерных функций, которые у нас есть. Конечно, не абсолютно любую задачу это решает из вопроса, но, наверное, большое множество покроет. Следующий вопрос. В случае, когда нам нужно математику производить с несколькими элементами данных, да, с разных узлов, то лучше, конечно, использовать вычисляемые. Это не про припроцессинга, да. Можно ли из припроцессинга JavaScript сделать запрос к API Zavix, чтобы получить, добавить, изменить пользовательский макрос? Какой вопрос сложный. То есть, видимо, логика совсем серьезная, да? Можно, но не нужно. Как сотрудник Zavix я точно такое решение рекомендовать не могу. Спасибо большое. Это на текущий момент все вопросы. И я хочу еще раз тебя поблагодарить за такой классный доклад и сделать несколько повторений, несколько объявлений. Первое. Запись митапа и слайды по презентациям текущего митапа, в общем-то, как и прошедших митапов на разных языках. Они или уже доступны, или будут доступны. Все это находится на нашей страничке zavix.com в разделе «Evants», в разделе «Событий». Если вы не успели что-то или не смогли присоединиться, эту информацию в ближайшее время вы сможете там найти. Пожалуйста. Это будет, кстати, актуально и для следующих митапов, и для следующих мероприятий. Давайте в секции Q&A больше вопросы про запись и презентации помещать не будем. Следующее, что я хочу сказать, я хочу сказать, что мы анонсировали возможность проведения тренинга также в онлайн формате. И тренинги по новой версии 5.0, они в очень ближайшее время запускаются, поэтому вы можете узнавать даты тренингов и присоединяться. Это теперь новый формат, формат онлайн под текущую ситуацию. И все новые знания, все сертификации и плюшки по тренингу для вас, в общем-то, уже доступны. Также на нашем официальном сайте zabbix.com в разделе «Тренинги обучения» вы можете найти информацию, когда будут ближайшие. А ближайшие будут буквально в ближайшие две недели. Вы можете записываться, присоединяться. Пожалуйста, имейте в виду. Также у нас проходят вебинары. Тоже расписание темы вы можете найти на нашем основном сайте. Присоединяйтесь к любому из них. Там есть темы как для совсем новичков, чтобы познакомиться, определиться с выбором системы мониторинга, чтобы познакомиться с возможностями системы мониторинга zabbix. Также есть более серьезные вебинары с более сложными глубокими темами для тех, кому нужно решать уже либо конкретные задачи, либо, может быть, проводить какой-то троп-шутинг, обновляться, еще что-то. Пожалуйста, следите за темами, записывайтесь, присоединяйтесь. Мы будем рады. Спасибо. Спасибо.